Дружеское рукопожатие, стартовый свисток. Одинцовские броуки против десятки. Представители футбольной медиалиги решили провести принципиальный матч и встретились на центральном стадионе Одинцова. Мы играем не на просто так. Наши президенты договорились сыграть на корову. Ее реально купили, ее реально привезли. Она сейчас где-то здесь, в пределах стадиона находится. В буквальном смысле на кону корова. Комета приехала из Можайска и стала настоящей звездой матча. Пока Буренка спокойно жевала сено, на фоне разворачивались нешуточные страсти. И все из-за нее. Футболисты Азамата Мусыгалиева на поле в полном составе, но без заявленных лидеров. Сразу пошли в атаку. Как ни пытались Одинцовцы в первом тайме перехватить инициативу, ничего не вышло. Защита у соперников не подвела. Мало били по воротам, нарушали правила, а назначенные пенальти Александр Шерешков реализовал. Корова сделала первый шаг в сторону десятки. На перерыв Броуки ушли ни с чем. Счет это футбол, счет может быть любой, но в первом тайме не получилось забить, а получилось пропустить, поэтому 2-0. Фанаты Броуков гнали команду вперед, но открыть счет им так и не удавалось. Настоящие страсти разыгрались под конец игры. Пенальти от хозяев поля уверенно залетел в ворота десят. А соперник поспешил ответить на последних минутах матча. Ни одна корова в ходе матча не пострадала, чего не скажешь об Одинцовских футболистах. Немощная фанатская поддержка, ни родной стадион им не помогли. Броуки корову проиграли. Счет 1-3 в пользу гостей. Теперь в команде комика Азамата Мусыгалиева новая звезда. Однако Броуки планируют взять матч-реванш и верну себе комету. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.